Добрый день, уважаемые зрители! Московское время 17 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию, среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сангатуллин, я жду вашей реакции, плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально. Вижу, что все хорошо. Начинаем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, которая сегодня уже практически вся вышла. Остаются только комментарии того, что произошло, но имеет ли смысл об этом говорить? Ну, что здесь можно сказать? Что деловой климат по еврозоне оказался лучше, чем ожидали по прогнозному значению, а вот индекс делового оптимизма в промышленности подкачал, причем подкачал очень сильно. Он до этого-то падал. На 4 процента ждали 4,5, вместо этого получили 5 процентов в минусе. Это же, конечно же, негатив. Далее, в 14.00 был отчет по розничной торговле реальной, по Великобритании. Месячные данные оказались очень хорошие. Цифры в 39 очень-очень даже звучат оптимистично. Дальше были данные по Германии, которые все-все-все оказались просто отвратительными. Ну, все это как обычно, это уже традиционно. Для меня это не является сюрпризом, то что в еврозоне сейчас все очень плохо, при этом эти, давайте очень вежливо скажем, не очень больновидные люди продолжают говорить о санкциях, поют ту песенку, которая их заставляет Соединенные Штаты. То есть пляшут под их дудочку, ну, а результат мы с вами видим. Вот эти красные цифры. Это, конечно, результат того, что и Германия, и вся еврозона ведет себя совершенно не самостоятельно, а отыгрывает чужие посылы. А вот дальше пошли зеленые цифры, это те, кто заказывает музыку. И первичные заявки по безработице, и вторичные, оказались гораздо лучше прогноза, идет снижение, снижение достаточно серьезное. Посмотрим, какова будет статистика. Дело в том, что сейчас очень серьезно бушует непогода над Соединенными Штатами, над Канадой, и, как мне кажется, я нисколько не злорадствую по этому поводу. Поверьте мне, я достаточно гуманный человек, и у меня нормальный. Все с гуманистическими принципами. Я никогда не желаю ничего плохого не только ближним своим даже, но и к кому я, может быть, не очень хорошо отношусь. Но, тем не менее, это просто констатация факта. Там действительно сейчас с погодой обстоит не очень хорошо, поэтому вполне возможно, что в дальнейшем вот эти цифры, они поменяются, поменяются причем кардинальным образом. Остались сегодня 18.00 данные по незавершенным сделкам по продажам жилья, годовые и месячные данные, посмотрим, какие они будут выходить, и изменение запасов газа, а также размещение десятилетних облигаций. С облигациями все ясно, снижение доходности хорошо, рост плохо, запасы газа, снижение это удорожание газа, увеличение запасов газа, его снижение. Ну а, соответственно, продажа жилья, чем больше жилья продано, тем лучше в экономике. Здесь зависимость очень проста. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Ну, можно пару слов сказать о вчерашнем заявлении, хотя наверняка сегодня все об этом уже поговорили, только ленивый, наверное, на эту тему сейчас не делал каких-то заявлений. То, что вчера Федеральная резервная система дала четкий сигнал, то, что до декабря останется период тех ставок, которые мы имеем. Ничего нового. Комитет открытого рынка не продекларировал. Это означает, что полгода будем иметь стабильности и ни о каком снижении, а уж о повышении и тем более снижении, речи быть не может. То есть пока все остается как есть. Это означает, что два заседания подряд эта тема просто не будет подниматься, обсуждаться ни на мартовском, ни на февральском заседании ФРС, а вот дальше, уже в июне вполне возможно пойдет речь о пересмотре кредитно-денежной политики. Вот примерно так обстоит ситуация. Итак, ваши реакции. Какие будут вопросы, что неясно, что непонятно. Вы знаете, что если есть вопросы, лучше написать слово «Есть», чтобы я сделал паузу, дал вам возможность напечатать ваш вопросик, чтобы в дальнейшем вы меня не перебивали. Но поскольку я вижу, что вопросов нет, идем с вами дальше и смотрим, как ситуация выглядит с технической точки зрения. Фьючерс на индекс американского доллара. Вчера он немножко укрепился как раз на заявлениях ФРС, до этого он так средневзвешенно торговался, разнонаправленного. Посмотрите, это вчерашнее движение. В начале азиатской сессии укрепление, в конце отыграл, на европейской в начале укрепления, затем отыграл, на Америке немножко рост, потом падал, и вот в конце на заявлениях достаточно серьезное укрепление. То есть разнонаправленная была динамика, но в целом, если посмотреть daily фрейм, daily свечку, она все-таки оказалась белой, превалировали восходящие настроения по американскому доллару. Сегодня, пока что вялотекуще торгуется, никаких серьезных движений по американскому доллару у нас нет. Теперь смотрим шестерку мажорных пар, которые составляют этот самый индекс американского доллара, и как всегда начинаем с триада обратных котировок, традиционно евро-бакс. Один трендовый индикатор. Тренд нисходящий в фазе импульса. Второй тренд нисходящий в фазе отката. Есть медвежья доминанта, но она неярко выражена, поскольку два индикатора не говорят одно и то же. Этот, увы, не подтверждает вывод того, по которому напрашивается вывод, что нужно сегодня торговать. Поэтому ситуация не торговая, ситуация заборно-бамбуковая. Взираем квадратными глазами на это безобразие и ничего не делаем по этой валютной паре. Здесь все совершенно однозначно. Торговля запрещена. Британский фунт, который из стерлингов. Тренд нисходящий в фазе отката. Здесь вообще восходящий тренд. Здесь вообще нет никакой доминанта. Если этот индикатор говорит о медвежьей доминанте, то это говорит о бычей доминанте. Значит, между быками и медведями сейчас махаббет. Это татарское такое слово, означает любовь и согласие. Поскольку никто никого пока что перебадать не может, значит лучше находиться в стороне и в сделку по этой валютной паре не влезать, поскольку нет доминирующей группы. Вывод совершенно однозначный. Не торгуем, курим бамбук, сидим на заборе. Без вариантов совершенно. Австралиец. Трат в нисходящей фазе импульса. А вот индикатор ОСМИ пока что этого не подтверждает. Если ситуация сильно не изменится за сегодняшний день, а предпосылок к этому никаких нет, австралийц снижается, снижается достаточно неплохо, то завтра у нас уже наступит день продаж. Но это будет только завтра. Смотрим внутреннюю структуру. Идет вот эта волна прилива. Когда она закончится, будет отлив. Это уже небольшие комментарии к завтрашнему дню. Поэтому если у нас занятие будет поздно, если днем произойдет то, что я сейчас скажу, уже завтра, не сегодня, сможете предпринимать следующее действие. Итак, должна будет быть волна отлива. Когда волна отлива закончится и на начале формирования новой приливной волны по сигналу осциллятора в продажу, а посмотрите, как у нас психологический уровень четко сработал. Мы с вами говорили, что было пробитие, потом возврат подтверждения и просто классика жанра. Так вот, отлив, начало формирования новой приливной волны сигнал осциллятора в продажу. Здесь даже диверочек был. Посмотрите, какой красивенький диверочек, да? Ай, просто прям красавец. Песня. Классика жанра. И вот поэтому биг плюха, он, собственно, вот на этом дивере-то и произошел. Так вот, сигнал осциллятора в продажу должен быть сформирован, зафиксирован. Это обязательно, это даже не обсуждается. И вот после того, как сигнал наступит, часовой фрейм, еще и консолидация. Обязательно. И только в случае, если все срастется, отложенный приказ селл-стоп, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и, не нарушая правила управления капиталом, открываете свою сделку, если она будет им соответствовать этим правилам с целью, целевой ориентир записываем 0,7650. 0,7650. Мы уже очень близко подходим к следующей цели, которую озвучил в своих комментариях Резервный банк Австралии. 0,75. Осталось еще немножко имейте ввиду. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по австралийской валюте. Еще раз подчеркиваю, сегодня бамбук, а вот завтра, возможно, будет то, о чем я сейчас говорил буквально несколько мгновений назад. И так, похоже, что вопросов нет, всем все ясно, всем все понятно. Это, естественно, не может не радовать. Мы идем с вами дальше и смотрим следующую триаду. Закончили с обратными котировками, теперь смотрим прямые котировки и начинаем традиционно с пары доллар к японской иене. Что у нас здесь? Итак, боковичег продолжается. Банк Японии взял паузу, соответственно, вбок пошла японская валюта. Никуда не движется. Свечка черная, свечка белая, свечка черная, свечка белая. Итак, меняется каждый торговый день за другим уже на протяжении длительного времени. Цены находятся в средней зоне. Диапазонная торговая система не торгуется, поскольку здесь не торговая зона. Теперь смотрим положение индикаторов. Тренд нисходящий в фазе импульса. Здесь пока что остается тренд восходящий. Если ситуация сильно не изменится, опс, сори, давайте-ка посмотрим. По-моему, я не прав. Да, я не прав. Гистограммы ниже нулевой отметки. Сегодня день продаж по трендовой торговой системе. Вот так вот, дорогие мои. То есть диапазон у нас молчит, а трендовой торговой системы дает сегодня день продаж. Дождались-таки по японцу. Итак, смотрим внутреннюю структуру. Сейчас все потянется. Итак, ждем, когда закончится волна отлива. И на формировании новой приливной волны по сигналу осциллятора в продажу, когда будет волна прилива, сигнал должен быть в продажу. Сел. Сейчас я посмотрю, что у нас с целями. Давайте более корректно подстроим. Чуть-чуть буквально подправим сейчас, чтобы у нас не было ошибки дальнего прицеливания, так называемый. Да, это удалим. А это подкорректируем сейчас. Да, все проведено просто идеально. Опачки, так. Итак, сигнал осциллятора должен быть сформирован, зафиксирован. Он не может отмениться четырехчасовой свечкой на этом таймфрейме. И вот когда это будет закрепленный сигнал, откройте часовой фрейм и еще и подождете консолидацию узкого латильного бокового движения. Когда все срастется, если, если все срастется, если не срастется, ничего не делайте. Если все срослось, отложенный приказ сел стоп. На часовом фрейме точку входа определяете. Здесь же определитесь, где будете выходить стоп-лоссом. Цель на текущий момент записываем. Ближняя цель 115 и еще 25 сен за 1 американский доллар. Это серединочка нижней трети у нас с вами. И в качестве бонуса можем рассматривать движение к нижней границе ценового канала. 113.80. 113.80 на русский язык. 113 иен и 80 сен за 1 американский доллар. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. То есть диапазон точно не торгуется. Убираем пока что это с этого таймфрейма. Оставляем только на четырех часах. Жду вашей реакции. Вопросов нет. По япончику все ясно, все понятно. Значит, традиционно я пока что пропускаю пару доллар к швейцарскому франку, поскольку там полное безобразие. Пока что нечего смотреть совершенно, пока ситуация не выправится. Вот уже после того, как пройдет энное количество торговых дней в следующем торговом месяце, уже потихонечку начнем рассматривать эту пару. Пока что оставляем все как есть. Канадец. Тренд восходящий в фазе импульса. Здесь он в фазе отката. Сидим на заборе, курим бамбук, сделок не совершаем. Здесь просто-напросто все совершенно квадратно, безо всяких вариантов. Увы и ах, к сожалению, ситуация не торговая. Сидим на заборе и просто квадратно за всем этим наблюдаем. Совершенно бессмысленно смотреть евро-франк. Наш с вами индикатив, он потерял всякий смысл. Идем сразу дальше и смотрим наш последний финансовый инструмент, который мы анализируем среднесрочно-консервативно, это золото. Нижний уровень дончиана, верхний уровень. Фильтры смотрят вниз. Быстрый мувинг находится под медленным. Это означает, что тренд все еще остается нисходящим. Вот наш с вами полтинничек. Цены находятся в середине половины порции черепахового супа. Варианты допустимые, возможные допустимые. Либо отскок от уровня Fibonacci 23.6, либо отскок от психологического уровня 1300 долларов за тройскую унцию, либо второй подход к верхнему уровню. Если на одном из этих уровней будет сигнал осциллятора в продажу на H4, сигнал будет сформирован, зафиксирован. Еще и на часовом фрейме будет консолидация. Только в этом случае отложенный приказ sell-stop. Определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. И пытаетесь сварить полпорции черепахового супа с целью на 1235 долларов 80 центов за одну тройскую унцию. В дальнейшем эта сделка сможет перерасти еще и на полную порцию черепахового супа. Мы закончили весь среднесрочный консервативный анализ. Какие у вас будут вопросы? Что неясно, что непонятно? Я жду вашей реакции. Так, есть вопрос у Евгения. Где можно почитать о системе, с помощью которой составляется прогноз? Никаких прогнозов здесь не составляется, Евгений. Здесь только производится анализ. Мы занимаемся анализом и никаких прогнозов мы здесь не делаем. Понятно, да? То есть это анализ, это не прогнозирование. Это система великого Чарльза Доу. Просит показать агрессивную торговую систему, которая называется могучий аллигатор. Давайте посмотрим крокодила, раптора. Вот так выглядит ситуация на текущий момент. По евро баксу пасть не закрыта. Широко раскрыта достаточно пасть. Она прикрыта чуть-чуть. Он ее прикрыл. Межфрактальное пространство 62 пипс. Естественно, ситуация не торговая. Режим стендбай. Пасть открыта вниз. Нет опорных точек вверх, поэтому здесь не торгуем. Ждем, пока хищник проголодается и закроет полностью свою пасть. Только тогда можно будет говорить о начале торговли по британской валюте. Сейчас находимся в стороне от рынка. Очень широко открыта пасть вниз. Понятно, что начинать торговать нельзя. Можно было торговать вот здесь. Пытаться торговать. Если кто-то открывался, снимаю шляпу. Движение достаточно хорошее. Сейчас начинать торговать нельзя. И пончик. Чавканье. Грубое-грубое чавканье. Давайте посмотрим, можно ли было открываться здесь на межфрактальном пространстве. Оценим ситуацию, что здесь было. 38 пипсов, но это на самой грани уже. Открываться не очень благоприятная ситуация. Франк. Пасть открыта вверх. Понятно, что никакой торговли. Канадец. Движение после закрытой пасти. Пасть открылась. Теперь цены ходят в пасте аллигатора. То есть, если кто-то и будет торговать, здесь уже второй цикл только после того, если вы полностью, полностью забрали весь первый цикл. Если вы его пропустили, то лучше сидеть в стороне и ждать, пока пасть закроется у аллигатора и он проголодается. Чем более длительное время аллигатор будет голодным, тем комфортнее вы потом будете входить. Какие будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Вы знаете, что если есть вопрос и он не напечатан, нужно написать слово есть. Вот у Александра есть вопрос. Давайте ваш вопрос, Александр. Желательно, чтобы он был по теме. Я постараюсь на него ответить. Вопрос есть у Александра. У него двойной есть. Значит, я так понимаю, что целых два вопроса у него будет. Или два в одном. Сейчас посмотрим. Итак, он спокойно печатает, не нервничает, не торопится, поскольку я обещал, что обязательно так. Я и занимаюсь обучением, и торгую. Но это вопрос не по теме был. Я думал, что вопрос будет по анализу. О каких результатах вы говорите? Я результатами доволен. Меня они вполне устраивают. А устраивают ли они кого-то, меня это совершенно не интересует. А я уже ответил. Я доволен, Александр. А рассказывать о своих результатах я никому не собираюсь. Деньги любят тишину, имейте в виду. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.